Пожалуйста, одеваем костюмы, делаем прически, готовимся к репетиции в 6 часов. Этот пульт на время репетиции и выступления становится мозговым центром театра, а его хозяин, как закулисный дирижер, управляет работой огромного организма. Отсюда держат связь с оркестром, осветителями, звукорежиссерами и механиками. Артистам подсказывают время выхода. Система работает слаженно, чтобы зритель получил то, за чем пришел. Ведь весна идет, и хочется порадовать, поднять настроение. Потому что все приходят к нам в театр за настроением, за эмоциями. Ну что-то вот такое, чего вот может быть в серую погоду какую-то не хватает. А приходят к нам, и все замечательно. Это генеральная репетиция Гранта Перетты, новой концертной программы, какой еще не видел зритель академического театра. На дне здесь напряженно работали больше двух месяцев. И сегодня впервые репетируют в костюмах и с оркестром. Сделайте мне эту штуку, чтобы она работала, пожалуйста. Проект Гранта Перетта – это набор сцен из разных оперет, классических и советских. Вслед за музыкой Чайковского, Верди и Пучини на сцене звучит Штраус Олигар. Весь театр работает на эту премьеру. Солисты оперы, хор, балет, оркестр, костюмеры, режиссеры и декораторы – всего более 400 человек. Каждый номер программы создавался с нуля, специально для концерта. Оперным артистам в этой постановке пришлось нелегко. Если жанр оперы не предполагает танцев солистов, то в оперете другая динамика. Танцы здесь 50% успеха. Артисты оперы и артисты опереты – это две полярные большие разницы и по голосовым данным, и по физическим данным. Но ничего страшного, мы пытаемся освоить новый жанр для нас. И я думаю, что это удачно. Мне кажется, вы успели посмотреть, что мы стараемся. Премьера Гранта Перетто состоится 2 и 4 марта в Театре оперы и балета. Артисты уже в нетерпении показать зрителям новую программу. Валерия Макарова, Максим Гусев, События.